всем привет в эфире континент меня зовут игорь царский очередная встреча с гири гильдером гири приветствую нас на прошлой неделе мы по следам состоявшихся событий по следам выборов обсуждали в том числе и новые кандидатуры и какие-то еще интересные вещи но каждый день что-то приносит с кандидатурами в том числе как не открываешь любое здание как как стая ворон или кого еще там налетают обсуждают ищут если найдут что-нибудь под ногтями я не знаю насколько они видят руки этих предложенных кандидатур но тем не менее происходит в общем большая движуха но прежде чем мы поговорим о том что происходит у нас и на капиталистском и даже рядом с ним а я хотел бы хотел бы нашим уважаемым зрителям слушателям но зрители сейчас увидят а слушатели услышат вот такое объявление предложить одно связано с моим сегодняшним собеседником другом интерактивный дискуссионный клуб на острове это с 8 по 13 марта 2025 года и тут есть телефон если вы видите то запишите сразу пригодится и так 1 973 906 27 77 и тут же есть и email объясняю это будет наше совместное такое мероприятие под маркой континента и под маркой компании которые руководит супруга моего уважаемого собеседника валентина гендер вот ее телефон вы и видите все вопросы все комментарии по поводу того что там будет происходить на этом острове очень получите как только объявитесь торопитесь потому что как всегда в этом случае говорится количество мест ограничено конечно максимальное число людей остров ты же был верен на острове он маленький я был много раз на этом острове я был и я знаю хозяев это этого отеля это русскоговорящие из вашингтона которые поддерживают всяческие такие начинания очень интересная семья они эмигрировали в америку хорошо здесь устроились и когда они вышли на пенсию они поступили следующим образом они все продали купили яхту и стали жить на яхте путешествие из одного карибского порта другой и конце концов остановились на острове векас купили там большую трехэтажную гостиницу и теперь это они называют ее базой потому что на этой базе проводится очень много русскоязычных мероприятий как правило музыкальных фестивальных детских интеллектуальных но никогда там не было политических дискуссионных клубов это был первый раз когда русскоязычные американские политологи съедутся в одно место и вы сможете с нами пообщаться не раз в неделю а 24 часа в сутки в течение пяти дней и кроме того естественно как вы понимаете море океан никуда не уходит не только 24 ты не пугай пожалуйста слушаться политики ну может кто-то и любит а все-таки море океан возможность действительно такого прямого общения не визуального это сейчас ценно как никогда и самое главное господа особенно конечно те кто живет среди штата в канаде вам-то проще кто-то из более далеких мест ну есть возможно побывать порта рика заодно уж так но там будет интересная программа о ней кстати эта программа опубликована уже континенте у нас в интернет-газете мы будем публиковать материалы и на сегодняшний день вот совершенно точно что вот ваши сегодняшние собеседники на канале континент примут участие в этом мероприятии ну а кто будет еще естественно этот список вы будете видеть я думаю что если вы на марк запланируете такую поездку то вы получите удовольствие то есть и познавательно и части отдыха туризма в общем мы проинформировали а уж ваше дело решать ждем конечно вашей обратной связи на эту тему ну а сейчас мы уже переходим к нашей обычной повестке слушайте а что нового за прошедшую неделю ну вторник три недели после выборов 55 дней до триумфального возвращения трампа белый дом как демократы готовят страну к этому триумфальному переезду трампа из маралага в белый дом а вот как и то что я сейчас скажу должно иметь эффект холодного душа на все кто нас сейчас смотрит дело в том что 20 декабря этого года примерно меньше чем через месяц заканчивается финансирование правительства соединенных штатов америки тот сиар-резолушен который был принят 6 месяцев назад истекает и после 20 декабря правительство соединенных штатов не будет иметь возможности платить по счетам это первая часть этой драмы 2 января двадцать пятого года заканчивается возможность федерального правительства занимать деньги то есть продавать триджерис бонды то есть денег у правительства не будет и занимать денег у правительства не будет а 15 апреля 25 года текст дэй в америке истекает тот знаменитый трамповский закон о налогах когда налоги у всех были снижены и на корпорации на частных лиц так что с 15 апреля все мы будем платить те налоги которые были установлены господином обама отсюда следует вот такой неутешительный вывод что несмотря на то что у многих существует некая такая эйфория связи с переездом трампа белый дом но первые несколько месяцев президентства трампом будут больше напоминать финансовый апокалипсис чем страну с молочными там реками и всякими там медовыми берегами потому что у правительства не будет денег ни на что не только потому что их нет нет америка может напечатать деньги мы являемся страной которая печатает доллары ну для всей планеты деньги можно напечатать но правительство не будет легальных механизмов это делать стоит так называемый цилинг который превышать кто будет во всем этом обвинен игорь у вас вопрос риторический конечно обвинен будет трамп кто чего довел страну до чего довел страну вот трамп будет виноват ну конечно частично будут призваны виноватыми третьего кабинета евреи вот вот они тоже будут вот опять сионистский заговор довел страну до ручки но шутки в сторону администрация байдена и вообще в целом все левые готовились все четыре года к президентству трампа они понимали что могут проиграть и в качестве вот такого страхового полюса готовили страну к бандроста напомню что соединенным штатам америки потребовалось сто шесть лет сто шесть лет чтобы накопить государственный долг от нуля до одного триллиона долларов это случилось тысяча девятьсот восемьдесят втором году сто шесть лет в этом году 2024 году за одно только лето за сто восемнадцать дней администрация байдена увеличила государственный долг на тот же триллион долларов сравните сто восемнадцать дней и сто шесть лет вот с каким правительством мы имеем тело честно скажу что администрация трампа тоже увеличила государственный долг но это было связано с чем страна была остановлена ковидом и нужно было платить и учителям и военным и полицейским нужно было платить им всем поэтому печатный станок работал без устали и государственный долг при трампе тоже вырос на огромную сумму но ему выкрутили руку администрации байдена никто руки не выкручивал не было никакой пандемии все было тихо спокойно не было крупных войн в которых америка завязла бы поэтому то что сделали демократы основаемый в кавычках подарок трампу совершенно ушел с радаров всех аналитиков и все занимаются только обсуждением тем а вот 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 трамп значит такого-то человека назначил в правительстве ну назначил причем рекордные сроки трамп сформировал свой кабинет 25 министерских портфелей за 18 дней это рекордный срок это не потому что какой-то рекорд смен а дело в том я уже об этом говорил что за три месяца до выборов он из своего кармана профинансировал transition team который до сих пор работает из своего кармана он платит сам он не заключил контракты с gsa на оплату всех этих перемещений и до сих пор не подписал контракты о как бы это сказать по-русски о раскрытии всех карт то есть когда новый министр приходит министерство то министерство формально человеку с улицы даже если он назначил будущий президент не обязаны ему все рассказывать и показывать он вообще никто поэтому нельзя ставить страну такую огромную страну как америка перед фактом когда в министерство утром 20 числа объезжает новый человек и он не знает ничего вообще ничего понятно что должно быть несколько месяцев человек должен каждый день ходить как на на работу сидеть в отдельном кабинете работать с документами и как только наступит 20 января он уже будет полностью курсе всего что происходит этого пока нет пока этого нет потому что администрация трампа не подписывает вот эти вот контракты с министерством что лойеры трампа там обнаружили не знаю но скорее всего это те же самые лазейки для того чтобы шпионить администрации трампа потому что это было еще при транзишен от байдена к от обамы к трампу когда за ним начали шпионить сразу после того как он выиграл выбор выиграл выборы 16-го года в целом сейчас администрация байдена раздает деньги на право и налево раздает миллиарды в виде либо подачи к другим странам либо в виде грантов для того чтобы сохранить как можно больше своих сторонников при власти обеспечить им финансирование на несколько лет вперед так что если даже трамп обрежет некие расходы все равно у них уже будут некие заделы накопленные деньги и когда трамп придет в январе он встретит вот такую когорту бюрократов с которыми придется иметь дело в этом смысле та битва которую вел трамп выборная гонка она уже позади но битва вступила в совершенно новую фазу и команде трампа сейчас приходится как и всем новым президентам перестраиваться на ходу менять свои установки предположения то что то битва уже выиграна а новая продолжается и вот на этом пути трампа уже ждет ждало два поражения консервативные республиканцы развязали свою первую войну в сенате и проиграли дважды уже вот к сегодняшнему дню первое поражение в сенате заключается в том что во главе нового сената со 2 января следующего года будет сенатор тюн ярый антитрампист он конечно говорит о том что я вот за трампа я буду ему помогать никто этому не верит преимущества республиканцев в сенате 53 на 47 но эти три человека не следует рассматривать как настоящих республиканцев они скорее всего демократы поэтому таких людей как председать как лидер сената нужно оценивать и потому что они говорят вот я вот буду продвигать повестку дня трампа на то что они делают так вот своим первым решением новый лидер сената тюн назначил сенатора макконнелла известная деобузная личность председателем комитета по регламенту для тех кто не знает в в коридорах власти вашингтона комитет по регламенту это главный комитет сена есть другие комитеты по иностранным делам по национальной безопасности но все стекается в кабинет по регламент регламент это самое главное для бюрократа какой закон будет обсуждаться какой закон будет положен в стол сколько времени пойдет на обсуждение этого закона как будем принимать этот закон все это делает комитет по регламенту и во главе его стоит человек который столько раз мешал трампу первый срок что его фамилия уже является ну нарицательным трамп пытался приручить маккона пытался работать с ним как он назначил его жену министром транспорта и тем самым думал наивно думал что вот он привязал чету макконнелов к себе ничего подобного макконнелл играет свою собственную игру сожалению вообще вот это вот пятьдесят три на сорок семь это настолько зыбко что трампу нужно готовиться к тому что на самом деле там сорок девять демократов и сорок девять республиканцев и в редких случаях конечно вице-президент который является главой сената может отдать свой голос но это будет не всегда и не везде таким образом на данном этапе за 55 дней до переезда трампа трамп выигрывает борьбу с демократами но проигрывает борьбу с родными республиканцами это тот вывод который мы должны сделать сейчас меньше чем за два месяца до переезда и как и во время первого срока трампа мы нам все доконстатировать простой факт что республиканский истеблишмент представляет большую угрозу для трампа и для движения мага и для консерватизма чем сами демократы трамп способен победить демократов но победить республиканское болото в вашингтоне это тяжело что они сделали с гетцем что они сделали с гетцем эти же республиканцы кто завалил гетцем республиканцы выступали против гетца по той же самой причине в сенате по который они торпедировали и саботировали трампа во время первого срока они саботировали и его инициативы по международным делам по защите границы все назначенцы трампа в первого срока проходили через сенат очень и очень медленно невзирая на то что сенат был республиканский макконелл все это растягивал люди не могли работать потому что они просиживали днями на созиданиях комитетов сената и их там конечно со всех сторон долбили это горстка республиканских нет в кавычках республиканских сенаторов они конечно наломают еще дро господин гетц бульдог как я его называю которого трамп выдвинул генеральные прокуроры стал жертвой политической войны это первая жертва трампа он еще не стал президентом но уже потерпел поражение конечно в терминах бокса трамп потерпел поражение по очкам никакого нокаута нет причем я хочу отметить тот факт что у трампа очень интересное отношение к своим работникам вот один раз ты оступился и трамп фактически списывает тебя со счетов вспомним его первый срок вспомним кто работал тогда манафорт манафорта взяли под белой ручки агенты фбр и трамп от него отказался вспомним других работников которые работали на трамп тот же стив беннон стив беннон отработал свою часть и потом был выкинут за борт он уже не нужен эта черта у трампа есть так поступают в бизнесе у него есть группа друзей но все остальные это его наемные работники которых он меняет как перчатки да там потерпел поражение да трамп не будет растрачивать свой политический капитал а у него огромнейший политический капитал после сокрушительной победы на выборах мы знаем да все семь колеблющихся штатов победил и папе ларбоут и коллегии выборщиков то есть оглушительные оглушительная победа и значительный капитал этот капитал не будет растрачен трампом из-за какого-то там геттса возможно он будет использовать геттса мы может быть поговорим про это но я хочу вот что сказать с одной стороны трамп потерпел поражение и это все при том что демократы находятся в полном ошеломительной растерянности они до сих пор не собрались с выслами они до сих пор не знают что им противопоставить трампу или венсу через четыре года никакой стратегии мы не видим они действуют просто вот на автопилоте то что старые методички им говорили они говорили что оранжевый человек плохой он связан с россией кстати это тоже уже опять вентилируется все смеются уже с этого уже просто всем уже даже уже смеяться не надо ну вот они продолжают я хочу просто напомнить как сенаторы демократы вели себя во времена обамы и байдена каждый сенатор демократ всегда поддерживал всех кандидатов и байдена и обамы никто не предал своих боссов никто подожди а манчин манчин всегда сидел на нескольких стульях и ходили даже слухи что его переманивают в республиканскую партию но он оказался словак он не смог сделать этот шаг и теперь и поскольку он не присоединился к выигрышной партии тогда его политическая карьера под большим фокусом вот в целом вот кабинет сформирован кабинет под кабинетом я понимаю то что официально называется кабинетом то есть те люди которые официально входят в кабинет это те люди которые должны пройти утверждение сена но всего трамп должен назначить примерно полторы тысячи человек и на многие агентства не требуется согласие сената допустим фбр это агентство директор фбр может быть быть назначен любое время поэтому трамп с этим не спешит но в целом вот те люди которых он набрал показывают очень интересную тенденцию всех людей которых он набрал в свой кабинет министров заключается на два типа первые до герца и вторые после герца все которые были до герца это ярые консерваторы ястребы за израиль против китая против ирана после герца все кандидаты заметно поливели да коммунистов там нет и быть не может но они поливели они сблизились больше к центру ястребов просто поубавилось о чем это говорит остались после герца после провала с герцом только те фигуры которые трамп будет рассматривать проходные в сенате он хочет переформатировать вашингтон он хочет изменить страну и для этого нужно сделать работу ему нужно было выбирать не делать работу и хоть как-то делать эту работу поэтому он выбрал тех людей которые являются проходными в сенате многие ярые консерваторы этим недовольны и высказывают это открыто на на твиттеры в публикациях я их понимаю я их понимаю например гражданка labor secretary она связана с профсоюзами профсоюзы ее очень любят потому что она вот за права трудящихся но мне кажется здесь очень дальний расчет здесь расчет департаментов labor имеет огромную проблему помните докеры бастовали и они собирались бастовать до до страшного суда и потом они решили вот что сделать они в связи с выборами отменили свою забастовку и сказали что мы забастовку возновим если наши требования не будут удовлетворены так вот теперь вот это вот любимица американских профсоюзов будет заниматься вот этими докерами америка страна морская в основном товары из-за рубежа и за рубежа отправляются морским путем поэтому докеры это важная часть работ если она это дело провалит ей быстро будет найдена замена и все крики о том ну вот он поставил такую вот любимицу профсоюзов там и она такая вот не консервативная они все уйдут песок вообще провал номинации гетса и все что с ним связано мы знаем что кстати он написал заявление об уходе из конгресса причем он написал два заявления он же был конгрессменом и он выиграл выборы чтобы вступить в должность в январе следующего года он написал заявление о том что он уходит из нынешнего конгресса из будущего он совершенно без работы ходят разные слухи по поводу его судьбы но вот этот провал с его номинацией это вот тот первый звоночек команде трампа с чем им придется иметь дело если саботаж во время его первого срока был ну более или менее скрыт они тщательно скрывали что работают против него только вот эти вот знаешь текстовые сообщения которые стали застоянием гласности показали что там происходило в цру фбр что там творилось как они ненавидели трампа как ставили ему палки в колеса теперь они будут действовать открыто они знают что скрываться уже нет смысла и так все знают что они будут делать поэтому трампу придется вести политические битвы надеюсь у него есть хорошие советники как эти битвы вести напоминаю это не бизнес битвы это не финансовые битвы это политическое выкручивание рук и вот та поза в которой стали резко вдруг республиканцы республиканский эстеблишмент я не говорю о рядовых членах партии которые всецело практически на стороне мага они вот резко стали в позу они вот как будто бы вот молчали во время всей предвыборной гонки и тут когда трамп стал президентом они как-то резко активизировались против него такое впечатление что они вот были не готовы к его переезду в белый дом вполне возможно что они что эти республиканцы рассчитывали что им придется отсидеться комфортабельно с демократическим президентом я думаю что что с мэдсом потому что четыре республиканских сенатора заявили категорическое не то что вот давайте договариваться ты мне парочку миллиардов на строительство этого моста я соглашусь нет 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 ни за какие шиши они сказали голосовать не будут Коллинз Мурковский МакКоннелл и новый Куртист когда его только что выбрали вместо Ромни в этом в Юте сказал нет и когда он сказал нет то количество республиканских голосов стало 49 все приехали все поэтому для Гетца вполне возможно будет найдена позиция которая не требует утверждения Сената какая спецпрокурор спецпрокурор по расследованию махинаций демократов по расследованию нарушений выборов двадцатого года а для на а для того чтобы назначить человека спецпрокурором по традиции по традиции по традиции американской нужно согласие Сената так вот администрация Байдена подала в суд и написала сотни страниц всяких заявлений и брифингов доказывая что по конституции назначение спецпрокурора не требует утверждения Сената вот такая ирония судьбы то есть Байден и демократы говорят что спецпрокурор не требует утверждения Сенатом Трамп скажет ну отлично вот у меня есть человек вместо спецпрокурора но в целом конечно Трамп сорок семь будет менее консервативен чем Трамп сорок пять по разным объективным и субъективным причинам он стремится создать коалицию консерваторов центристов и даже некоторых некоторых либералов таких как RFK задумка у него конечно стратегическая потому что если эта коалиция сделает доброе дело и выживет после атак республиканского истеблишмента и демократического то тогда конечно избрание Вэнса президента в 28 году будет просто гарантировать да Трамп попытается забрать политических и обыграть политических противников для этого у него есть ну очень серьезные методы давай поговорим про его методы стало известно что две недели назад президент Мексики Клавдия Шейнбаум сдалась на милость победителя в течение всего лишь одного пятиминутного телефонного разговора с Трампом об этом ранее не сообщалось сообщение появилось только сегодня дело в том что господа Шейнбаум она еврейка член социалистической партии бывший мэр Мексика сити она позвонила Трампу чтобы просто поздравить его с победой как это положено президент одной страны звонит выбранному президенту другой страны так вот во время этого короткого разговора Трамп принял поздравление сказал спасибо и начал ей угрожать да он угрожал ей ну вежливо как положено при разговоре с дамочкой он угрожал ей тарифами на мексиканские товары если она не остановит потек нелегальных иммигрантов нелегальных наркотиков через южную границу через мексиканскую границу в противном случае он грозился разместить американскую армию на границе и стрелять значит она конечно попыталась что-то ответить но финальную точку ее поражение и согласие перейти на сторону Трампа было вот что Трамп проинформировал госпожу Шейнбаум что он придаст огласки данные американской разведки кто из мексиканских политиков и в целом истеблишмента сотрудничает с наркокартелями и как только он это сказал господа Шейнбаум сказала окей 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 и она направила национальную гвардию и мексику на границе чтобы остановить вот эти караваны нелегальных иммигрантов которые туда идут оплаченные кем нынешней американской администрации Трамп еще не президент но возможно ситуация на южной границе будет более или менее приемлемая к 20 января потому что он выкрутил господи Шейнбаум руки очень умно четко и без всяких колебаний и дамочка сдалась дамочка сдалась почему она сдалась почему она так быстро сдалась мексика очень интересная страна все знают что эта страна находится под контролем бандитских мафиозных структур наркодилеров дилеров по транспортации людей детей и для тех кто вот как-то не сильно знает ситуацию в мексике я хочу напомнить что в мире есть еще другая страна которая тоже контролируется мафиозными структурами это россия ситуация там несколько иная но смысл состоит в том же что есть бандитские формирования которые пришли к власти интересный факт а как же тогда госпожа Шейнбаум была выбрана президентом дело в том что за время президентской гонки а когда там были выбраны в мае в мае были выборы выборы в мексике так вот во время президентской гонки в мексике наркокартели убили 37 претендентов можете себе представить какой какой там разгул преступности в мексике люди которые прилетают в канкун на отпуск ничего этого не знают там закрытая территория туда никого не пускают из мексиканцев кроме обслуги а на территории мексики идет отстрел неугодных политиков 37 было убито 515 кандидатов президенты мексики это не все еще только половина 515 кандидатов сошли с гонки в один день можете представить какие им были сделаны предложения от которых они не смогли отказаться на такое количество скажите ну там много партий там же есть 515 это вообще это что за цирк ну у них очень много разных партий у них очень много разных партий да у них ну там уже движенцы наверное тоже есть какие всего на самом деле там было больше 515 отказались в один день то есть там за тысячу было понимаешь так вот они ушли с гонки одновременно так понятно что госпожу шейнбаум не убили просто с напросто потому что она работает с кем с наркокартеля почему наркокартелям понадобилась эта еврейка член социалистической партии не знаю какие у нее там связи но то что она до сих пор жива это четкий знак того что она на крючке у этих бандитов теперь после того как она дала согласие работать не на них а на трампа ее жизнь в опасности точно так же как эти бандюги убили 37 кандидатов они могут убить и действующего президента Мексики без всяких вообще колебаний для того чтобы она была еще более сговорчивой вчера в понедельник Трамп объявил что 20 января первым указом который будет подписан им президентом будет тарифная ставка 25% на все товары которые приходят из Канады из Мексики все если в течение определенного срока конечно он понимает он мгновенно такие большие дела не делаются он даст им месяц посмотрит результаты если лавина наркотиков фентанила и прочей гадости будет идти через южную границу он увеличит тарифы еще на 25% что такое 50% тариф это делают мексиканские товары в основном Америка покупает у них путевки там на всякие курорты и запчасти автозапчасти большинство автозапчастей мы получаем именно оттуда там дешевая рабочая сила вот там вот вытачивают на станках эти запчасти авто для машин много растительной продукции всякой ну много растительной продукции неважно 50% тарифа делают эти товары неконкурентоспособными вот Мексика сама не является самодостаточной страной это большая страна с большим культурным наследием но так уж получилось что начиная еще с 1917 года вы знаете что там была социалистическая революция в 1917 году в России была и в Мексике была поэтому кстати Троцкий поехал именно в Мексику в социалистическую страну поэтому там система хозяйствования она конечно аховая она аховая они не являются самодостаточной страной они живут точно так же Канада за счет своего соседа за счет Америки они присосались к Америке и получают деньги с Америки поэтому что можно сказать тяжело придется Мексике тяжело придется Канаде вообще тяжело придется всем тяжело придется всем ой а ты знаешь что а это Ла Хамении впал в кому после выборов президента Трак что такое произошло вот такой у него стресс ну вот все 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 это происходит напоминаю когда Трамп еще не президент у него нет никаких легальных юридических вообще законодательных рычагов чтобы что-то кому-то сказать и что-то от кого-то потребовать нет он не может выступать в качестве легального президента это запрещено Логан Экт известный был принят еще в 18 веке в 19 веке поэтому он не имеет права не заключать сделки не договариваться с кем-то ни о чем тем не менее мир начал подстраиваться и внутриамериканские события подсказывают что мир начал подстраиваться под Трампа мы видим грохот этих тектонических сдвигов о какой сдвиг был вчера в Америке а вчера утром первое что я увидел на интернете Джек Смейт специальный прокурор запросил судью отменить уголовное преследование Трампа по двум делам которые он ведет прошел час прошел час я еще не успел это дело осмыслить потому что это был это был фурор понимаешь прошел часть и судья Татьяна Чутко Таня Чутко утвердила запрос специального прокурора все тюремный срок Трампа от 700 лет стремительно движется к нулю это еще раз подтверждает что все эти споприкованные дела это были действительно споприкованные если ты прокурор и у тебя есть твердое убеждение в том что правда на твоей стороне и перед тобой сидит Дональд Джей Трамп преступник уголовник почему ты вдруг отказываешься продолжать это дело но ситуация изменилась говорит Смит и более того они все равно утверждают что подождите четыре года пройдет его президент и тогда ничего подобного срок 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 давности пять лет этих преступлений ну это то что они говорят теперь понятно всем даже самым тупым обозревателям что все уголовные дела против Трампа количество обвинений которое было выдвинуто это просто смехотворные попытки что-то сделать с политическим оппонентом у нас была с тобой передача где мы рассказывали как преследования Трампа шли по нарастающей сначала мелкие потом крупные крупные потом дошли до импичмента импичмент не помог потом уголовные дела пошли понимаешь по нарастающей а потом еще минимум два две попытки убийства то есть шло по нарастать и вот оно вот дошло своего пика и потом рухнуло вся эта конспирология рухнула конечно для нас это приятно видеть слышать понимать мы все это предсказали мы все это знали но многие люди восприняли это действительно как ну некий сюрприз что ли они до сих пор многие я тебя перевернули многие до сих пор искренне верят что Трамп агент Кремля ну естественно ну как ты хочешь борьба не закончена все что ты говоришь абсолютно точно вот подтверждает некий момент я хочу просто пару цифр подтверждение как раз твоим словам я отметил для себя вот то что ты говорил про Сенат но заметь был опросник причем абсолютно это себе канал то есть там симпатии Трампа не найдешь и тем не менее там было показано сколько процентов приветствует то что он делает вот на этом этапе от общего числа американцев 59 процентов понимаешь что это такое и из уст такого канала ну а это не главное главное что 81 процент республиканцев говорят о том что он должен набирать людей лояльность то есть соглашающихся с его повесткой дня вот это лояльность и соглашение с повесткой они путают немножко они пытаются показать что вот именно присягают на верность ему а дальше вот вот свои мозги выключаются вот только вот он показал пальцем делай понимаешь что но заметь 81 процент вот эти твои названные люди в сенате относятся к тем 19 условно говоря которые будут противодействовать независимо от нахождения его вне белого дома а тем более в белом и второе опять цифры ты о ситуации сказал на границе и что мы видим две третьих американцев каждый вот это тоже была публикация во мне пост каждый из четырех три человека по опросу ставят депортацию на первое место даже вперед экономики но это взаимосвязано люди теряют работу ну и не будем перечислять всего того значит вот эти цифры очень хорошо иллюстрирует все то что ты сегодня нам рассказал демократы знаешь как парируют депортацию они говорят так причем это просто для тех кто изучал историю соединенных штатов просто смешно перед гражданской войной демократы заявляли республиканцам вы хотите дать рабам свободу а кто же будет собирать нам листья салата чтобы мы кушали кто сейчас прошло уже сколько лет после гражданской войны демократы говорят вы хотите депортировать всех этих мексиканцев гватемальцев а кто же будет собирать листья салата для нас на наш аргумент не поменялся понимаешь один к одному просто даже нет что поменять там баклажаны вишни там нет 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 они говорят листья салата вообще ничего не поменялось они до сих пор помнят поражением гражданской войны до сих пор помнят до сих пор у них внутри вот это все все бурлит и были попытки повернуть все спять когда демократы организовали куклуксклан потом организовали блм антифа это все делается от этого желания захватить обратно власть над людьми а вообще институт наемных работников он как уничтожен вот если на то пошло граница рядом пожалуйста сезонные рабочие которые по определенным каким-то квотам приезжают на поля наши калифорнии аризоны еще каких штатов отработали свое заработали свое вернулись к себе домой в чем проблема такая программа есть но она настолько мизерная что этим окошком пользуется только небольшое число граждан законопослушный законопослушный граждан если это окошко расширить до 10 миллионов людей будут во время урожая приезжать собирать урожай получать за это деньги накапливать деньги и возвращаться в свою страну мы знаем что такие наемные работники существуют во всех странах в Израиле даже есть такие наемные работники приезжают работают зарабатывают деньги за три месяца урожайного сбора урожая столько что им хватает на весь в чем верят откуда приезжают из юго-восточной Азии прилетают из Африки но у нас все перевернут легальный путь обеспечит безопасность этих работников они будут жить в нормальных условиях сейчас же менеджмент их бандитский мафия им руководит они работают нелегально то есть у них нет никаких прав вообще бандиты могут делать с ними в Аризоне в Калифорнии все что угодно они не могут даже пойти жаловаться потому что они знают они придут в полицию жаловаться на следующий день будет депортация поэтому этих людей нужно легализовать спокойным нормальным способом проверенным есть миграционная карточка дается на три месяца у тебя есть работодатель ферма такого-то Джонса в Монтане вперед иди собирай сено отработал вернулся назад все довольны все довольны да ну тут недовольны известно кто недовольны наши потому что когда они когда они уедут назад они не смогут голосовать в этом смысле да ну и некоторые другие заинтересованные в том чтобы использовать как говорится дешевый труд не платя налоги с этого но мы понимаем что здесь вот здесь дипстейтовская впереди партийных разогласий идет а я про герца хотел все-таки спросить и довольно много о нем рассказал и тем не менее да возможность такого назначения не исключена но в том числе называют некую опцию что тот же десантис может освободившиеся место рубио тоже предложить ему возможно ли такое возможно возможно но тут проблема вот чем десантис находится в явной оппозиции к трампу да он проиграл праймерис он нормальный твердый хозяйственник на уровне флориды но опыт его выступления праймерис показывает что он еще не готов на праймп кроме того у десантиса появились теперь совершенно исключительной исключительного качества противники такие как вэнс потому что если вэнс будет баллотироваться в двадцать восемь году после того как хорошо поработает четыре года под руководством трампа то десантису там делать нечего просто нечего хорошо десантис может позиционировать себя как вице-президент под вэнсом но тут поле еще больше потому что претенденты есть и другие там еще есть вивик понимаешь то есть там драка будет еще очень сильно идти идет грязный политический торг я я могу себе только представить сколько там переговоров ведется ты мне я тебе но но я хочу закончить все таки на вот такой вот несколько кровавой ноте дело в том что после того как республиканцы победили они не просто находятся в состоянии эйфории они вот как акулы почувствовали кровь они поняли как можно выигрывать тогда когда система работает против тебя когда ты находишься в оппозиции и весь административный ресурс бьет тебя по голове они поняли что даже в таких условиях можно выигрывать для этого нужно делать правильные вещи для этого нужно народ ориентировать не на халяву а на консервативные какие-то ценности семейные ценности они поняли это поэтому те люди которые сейчас выступают против трампа против мага им нужно приготовиться к тому что на праймерис через два года у них будут очень-очень-очень достойные соперники тот же это Susan Collins будет праймерис через два года у нее срок истекает через два года в сенате у морковский истекает в двадцать девятом году то есть она будет избираться в двадцать восьмом году тогда когда будет избираться в мэйнс этих людей не оставят в покое я уже неоднократно заявлял что трамп достаточно самолюбивый и достаточно злопамятный человек он не позволит вот так с собой поступать будут найдены и профинансированные люди которые в штатах где избираются эти Susan Collins из мэйна и морковский в аляске с его идиотскими законами по выборам они будут primary out будут будут выбраны люди которые смогут их победить и будет такое количество рекламы против этих морковских и коллинсов что мало не покажется макконнелл опережая события уже сказал что он все это его но он уже плох вообще здоровьем и так далее да единственная темная лошадка антитрампистская это Джон Кертис которого только-только что избрали в сенат от Юты с ним приходится придется терпеть восемь лет ну опять же тут дело такое восемь лет или восемь месяцев пока против него ФБР не накопает достаточно компания а почему восемь ой я извиняюсь шесть лет шесть лет шесть лет поэтому все эти люди должны быть готовы к тому что Трамп камня на камне не оставит не забывайте это его второй срок он уже ничего не боится ему не нужно переизбираться он будет рубить направо и налево но с другой стороны ты только что сказал что он будет двигаться к центру условно говоря как я расценил то что говоришь будет менее консервативным в то время когда ну многочисленные мага его сторонники я не имею ввиду наверху а вот где-то в низовой части наоборот жаждут крови и они хотят знать а что произойдет ну с тем же Андром Байденом с теми же другими преступлениями людей которые сейчас составляют вот эту ячейку про про коммунистическую Демпартии и на которых вагон и тележка даже они хоть ты и рассказывал в прошлой передаче сколько они уничтожают но всего не уничтожишь вопрос вопрос конечно очень важен слухи ходят что Смит тот спецпрокурор который отказался преследовать Трампа и все уже дело закрыто заручился поддержкой Байдена на помилование многие высокопоставленные демократы сторонники левых ведут разговоры о том что они добровольно покинут свои посты и обеспечат плавный переход власти республиканцам на одном условии что им будет обеспечена безопасность от уголовного преследования Майоркас Майоркас начал везде вентилировать вопрос а мне нужен пардон мне нужен президентский пардон от президента Байдена который говорил бы мне что все что делал этот человек все четыре года я делал по указанию президента никакой отселятины не было поэтому с меня взятки в глад я исполнитель я получил приказ я исполнил понимаешь сейчас это болото зашевелилось потому что те кто не получит президентский пардон и возможно возможно Хантер Байден но с Хантером Байденом тут такая штука ходят слухи что Байден договорился с Трампом ты спасешь моего сына а я обеспечу тебе плавный переход в Белый дом да очень плавный там делается все чтобы не разгрести долгое время мы еще не затронули той темы которая касается внешней политики где уже сделано такое что не облегчит долю Трампа когда он придет не облегчит проблем будет гораздо больше если во время первого срока Трампа опять же его политические противники действовали зачастую из-под часка то во время второго срока Трампа ничего другого не остается они знают что им прямая дорога в суд подсудимых и в тюрьму они пойдут ва-банк они уже пошли ва-банк два с половиной покушения да они пойдут еще дальше поэтому в этом направлении у них очень много к сожалению сторонников мы знаем что раньше традиционно самые дорогие zip коды были в кентаке в штате кентоке ойм сори в коннектикте именно там жили самые жили самые богатые люди америки ну вот с приходом господина обамы белый дом ситуация поменялась теперь самые дорогие zip коды почтовые коды в америке это вокруг вашингтона мэриленд и вирджиния вот там живут мультимиллионеры которые присосались кормушки вашингтонской вот с кем трампу придется иметь дело это то что ты упомянул о том что предстоит кровавая бойня это да по другому не назовешь но еще раз отмечу что если не будет каких-то называемых сакральных жертв которые в конечном счете покажут что есть помимо всех этих политических игр есть понятие закона и что надо отвечать не только со стороны трампа мы знаем люди которые и в тюрьме посидели из его сторонников мы не будем приезжать и навара и других и хотелось бы хотя бы я уж это так не то что программа минимума а показать что эта сторона получит за все то что было сделано при восьми годах обамы что было сделано при четырех первых годах и тем более зид председателя байдена опять же третий срок обамы что делалось а делалось практически беззаконие так вот помимо разрушительности о котором ты рассказывал больше в той передаче требуется понимание что вот это разрушение оно даст возможность двигаться нам вперед дальше уже по пути конечно это не просто разрушение как как destruction это специальный терм существует в философии созидательное разрушение не просто разрушение до основания а потом все нет это другая страна делала разрушить до основания а потом это созидательное разрушение разрушение которое ориентировано на движение вперед на прогресс ну так так или иначе мы продолжим наблюдение за тем что что происходит каждый день приносит многое а теперь хотелось бы напомнить что буквально осталось пару дней и мы войдем в замечательный праздник день благодарения этот праздник для всех людей мы конечно рассказывали и в своих программах состранить интернет издания о том что он наиболее может быть близок тем людям которые иммигранты первом поколении как мы с Герри то есть людям которые в один прекрасный день ступили на эту благодатную землю и живут и действительно болеют за все то что здесь происходит ну и наконец последнее вот я очередной раз в начале я вам рассказал господа немного может кто-то подключился не сразу может пропустил интерактивный дискуссионный клуб который будет это это пуэрто-рико с 8 по 13 марта следующего года мы приглашаем всех вот вот абсолютно вот здесь полное как говорится равенство и полов и каких-то национальных и расовых и каких угодно моментов дело в том что там будет происходить вот такая наша интересная встреча и общение с вами с теми кто решится посетить одновременно с нами ну и не просто одновременно а обратиться подпишется под это дело и мы будем рады такой встрече всего доброго и уже наверное мы встретимся у нас будет небольшой перерыв связанный с нашими поездками но ждите задавайте пока вопросы готовьте и в следующую передачу мы может и посвятим тем тому что что вы спросите а это будет уже где-то в середине декабря герри спасибо и до встречи в эфире в том числе спасибо 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 спасибо